Ну что ж, наше утро начинается не с кофе, а с посещения поликлиники. У нас поликлиника в Шишкине. Попробуем зарегистрировать ребёнка всё-таки. Вы, наверное, удивились, но да, сейчас у нас в Литве трое, у нас недавно родился ребёнок, поэтому можете нас немножко поздравить. Да, поделиться этим видео, рассказать о нас своим друзьям, знакомым. Нам будет очень приятно. Порадуемся вместе. Да, и начиная с этого момента мы будем рассказывать не только о своей жизни в Литве, но и как обустроить жизнь ребёнка, как вообще получить все документы, если вы иностранец и родили ребёнка в другой стране, как вообще всё это обустроить, потому что вопросов больше, чем ответов, и надеемся, что мы дадим ответы на эти вопросы. И когда у нас родился ребёнок, многое из того, что здесь происходит, это как нужно здесь оформлять документы и так далее, стало для нас самих большим шоком и потрясением даже в некотором роде. Поэтому мы расскажем вам о том, как избежать таких трудностей, к чему готовиться, если у вас вдруг появится ребёнок, и вы иностранец. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь и следите. Не переключайтесь, смотрите дальше. Ну что ж, наше утро начинается не с кофе, а с посещения поликлиники. На поликлинике у Шишкини попробуем зарегистрировать ребёнка всё-таки. Так, друзья, вышел я с поликлиники. Ситуация следующая. Так как у ребёнка есть только свидетельство о рождении, в котором есть только личный код, у ребёнка нет ни ВНЖ, соответственно, у ребёнка нет прописки, и, соответственно, ребёнку нельзя завести карточку в поликлинике. То есть, когда вы приходите в регистратуру, в регистрации карточки вам отказывают, потому что ребёнок не прописан, и, ну, ничего, не получается, моя страховка на него не распространяется. Вот так, зашёл потом в отдел платный. Сейчас, секундочку. В отдел, где платные услуги, две женщины мне всё объяснили. Ну, как, они сами позвонили, поспрашивали, но они объяснили, что ребёнка нет в системе, при клинике он не зарегистрирован, но врач и медсестра к нам уже приходил. Поэтому они позвонили этому врачу и решили, что мы в следующий раз придём на платную консультацию. Платная консультация будет стоить 20 евро 49 центов. И там уже, на этой платной консультации нам расскажут, что же будет дальше. Что будет дальше, не знаю пока. Ну, ладно, да, в следующей консультации подождём, увидим. А, почему говорю до следующей? Потому что к нам уже приходили врачи, приходили они несколько раз, и что за это всё платить, пока ничего не ясно. И вот именно вот этот врач нам должен сказать, что нам платить, за что платить и так далее. Ну, ладно, в поликлинику сходил, хоть что-то разузнал. Сейчас следующий шаг. Я ещё хочу заехать в Содру. Заехать в Содру, также всё расспросить. Положено ли нам что-то, не положено. Будем знать. Ну, потому что у меня уже стаж больше... Ну, можно сказать, у меня стаж рабочий в Литве уже 2 года. Возможно, что-то положено. Ну, будем узнавать. Ладно, едем с Содру. А теперь давайте посмотрим, на какое замечательное место мы приехали. Причём, чисто случайно, мы приехали на эту парковочку. Вот. У нас такая, можно сказать, мини-смотровая. Это торговый центр КАП. В центре города. Ну, парковочка дорогая. Ну, я думаю, мы быстренько, таких полчаса, максимум часик, и поедем. Сегодня, кстати, у нас 9 марта. Вот такая погода. На завтра обещают уже солнышко. Посмотрим. Здесь, кстати, работа движется, 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 но как-то не очень быстро. Не думаю, что они к лету успеют. Я не ошибаюсь, но хотели успеть к лету, к этому лету. Ну, не знаю. Ну, скейт-парк уже почти готов, залит бетоном. Ну, вот так. Ладно. Идем в Содру. А в это время, пока я уехал в Содру, позвонила медсестра, которая должна была сегодня прийти, и сказала, что, ну, я не приду. Если у вас все хорошо, так зачем мне идти? Приемы платные просто. Так что, ну, я не приду. Придете уже на следующую неделю. Ну, ладно. Как-то так. Уже врачи отказываются приходить. Мне вот это начинает очень сильно нравиться. Одним словом, я приехал мне оттуда. Вот, кстати, все время удивляюсь, что здесь еще одно здание хотят всунуть. Ну, смотрите, вот что уже настроили. А я удивлялся, где оно здесь поместится, это еще одно здание. Да, спокойно. Сейчас котлованчик сделает огромный. И все. Будет красиво. Ну, посмотрим, что из этого будет. Ладно, я приехал не туда. Мне вот дали, как доехать. Сейчас поеду туда, куда нужно. Ну, теперь я точно попал туда, куда нужно. Итак, в общем, в Содру, почему я заходил, хотел спросить за выплаты все по ребенку, что-то нам положено или нет. И по пенсии. Там накопительная система. Участвую, не участвую. Казалось, участвую, но не по максимуму. Там максимум 3 плюс 1,5. У меня там 2,7 плюс 1,2. Вроде бы что-то такое. Сказали, это не у них. Это нужно в банке спрашивать. Но меня удивило, что... Мне сказали, что у меня отчисления идут в СЕП-банк. Хотя у меня в СЕП-банк нету ничего. Ни аккаунта, ничего. Почему так, не знаю. Ну, ладно, это тоже узнаем. А по соцвыплатам сказали на Кауна 3 поехать. Что мы сейчас и сделаем. В принципе, поедем, поспрашиваем. Почему бы нет? Потому что сейчас за врачей за все нужно платить. И как бы аналоги-то я плачу. Надо как-то с других источников тогда брать денежку. Ой, да, денежки, конечно, туговато. Ну, ладно. Едем на Кауна 3 тогда. Ну, я бы вообще не сказал, что здесь что-то есть. Ну, да ладно. Ну, знаете, вышло из социального фонда. И понемногу ситуация меня начинает радовать. Начинает радовать, потому что... Сказали, выплаты вы можете получить. У вас есть накопленный стаж. Нужный накопленный стаж работы в Литве. Но здесь им тоже нужно сделать для ребенка вид на жительство. Вид на жительство для того... Секундочку. Вид на жительство для того, чтобы ребенка прописать. Он должен быть... извиняюсь. Он должен быть прописан в Литве. И тогда они все могут сделать. Поэтому нам нужно делать паспорт. Украинский паспорт сначала. Это максимум... Спасибо. Это максимум 3 месяца. Ну, сказали, может, за полтора. И потом поддаваться на ВНЖ. После того, как получим ВНЖ, будем заниматься всеми социальными делами. Но страховку, сказали, можно получить раньше. Страховку можно получить в тот момент, когда мы будем подавать документы на ВНЖ. Мы можем попросить подтверждение подачи документов. И с этим подтверждением подачи документов можем пойти в Легонию касса. И они сделают страховку. Потому что, как бы документы делаются, пожалуйста, сделайте страховку. Вот так. Ладно. Сейчас тогда везу на перевод свидетельства о рождении. Ой, тяжело. Это все, конечно. Везу на перевод свидетельства о рождении. И еду в университет еще на работу. Уже 2 часа дня. Хоть я выехал и утром, но все равно. Ладно, поехали. Главное, не забывайте выключать парковку. А то я один раз забыл, потом пожалел. Не забывайте выключать парковку, если вы паркуетесь через мобильное приложение. Ну, что я могу сказать. Дела порешал. Уже 3 часа дня. Сейчас еще в университете порешаю то, что нужно. И подъеду домой. Еду домой, потому что нужно дома с ребенком побыть. Ну, и поработать, конечно. Теперь я работаю больше дома. Слава богу, мне работа это позволяет. Но есть обязательно дни, которые должны быть в университете. От этого никуда не деться. Так, ладно. Решаем свои дела. Всем доброе утро. Сегодня мы опять на автобазаре, но уже в городе Утена. И я решил, что я буду вам показывать что-то интересное. Интересные автомобильчики. Вот как вариант. Вот такой вот Chevrolet Trailblazer стоит. 2001 год. Хотя 3,600, но тут 4,2 литра, конечно, мотор. Очень огромный. Вот такой вот он. Не знаю, что там будет. К сожалению, неплохо видно. Ну, ладно, буду показывать вам что-то действительно интересное, а не просто так. Ну, кстати, вот Saab. Не помню, какой это он. Кабриолет. И цена у него 2699 год, 2.0 Turbo. Ну, конечно, дорого за такой кабриолет. С климат-контролем совсем. Прикольно. В Saab ключ вставляется на центральной консоли. Вот у нас очень-очень-очень интересный автомобильчик. Honda Legend. 2006 год. 3,5 бензин. 5,600, правда, стоит. Но здесь в салоне все есть. Здесь даже подогрев, вентиляция и сиденья. Я представляю, как в этом автомобиле комфортно. Климат-контроллер, раздельный. Все. Это, конечно, классный автомобиль, но стоит он очень-таки прилично. Отнесу еще в разряд интересных автомобилей Renault Space. Почему интересный? Ну, сейчас покажу салон. А пока 2010 год, 2.700 евро, двигатель 2.0 дизель, пробег заявленный не написанный. На автомате. Почему интересный? Ну, посмотрите, ну, салон. Он такой футуристический, все запрятано, все электронный. Управление климат-контроллем вообще вот здесь. На двери у пассажира тоже. А, это короткий. Испейс здесь только два ряда сидений. Ну, кому нравится Renault и кому нравятся такие футуристические дизайны, вы меня, конечно же, поймете. Вот, думаю, этот автомобиль тоже можно отнести к интересным. Такой полноприводный внедорожник. Сузутропер, 2001 год, 2.350 дизель. С таким вот замечательным, красивым салоном. Ну, что там есть отключение полного привода, вроде понижайки. Понижайка вроде тоже есть. Ну, такой, для кому ездить куда-то. Там даже вот из фанеры в другой карте сделана вставка уже из фанеры. Ну, 2001 год в деревню. По лесам, по болотам скакать на нем. Самая интересная машинка Dodge Charger, полиция, Hagerstown. Да, там за день, конечно, не видно будет. Там полностью пластиковые сидения. И спереди все, что можно, уже сняли. Ну, понятное дело, полицейские машины не продают оборудование. Но факт остается фактом. Dodge Charger, 3.5 мотор, 2007 год. Бензин, автомат. Классный, с фарой. Вот какой раритет стоит. Это действительно машинка. Не понимаю, почему не взять ее, не сделать, не отреставрировать и не продать. А почему такое не сделать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова